приветствую всех вас на своем канале русские на канарах сегодня вместе с вами сделаем куриный рулет или куриную колбасу сделать ее совсем легко для этого не потребуется чего-то особенного и так давайте начнем такая куриная колбаса рулетик у меня получился давайте вместе с вами и разрежем она очень вкусная сочная ароматная оближете пальчики такая колбаса понравится всей вашей семье и детям и взрослых вот такая в разрезе она получается посмотрите какая она красивая здесь вот желе курица специи это очень вкусно сделать ее легко вместе с вами давайте посмотрим как это делается я вам покажу все подробно разъясню и так для приготовления нашего рулета нам потребуется курица без костей я убрала также кожицу не имеет значения какую часть курицы вы будете использовать у меня 1 килограмм 340 грамм также нужен будет хороший нож давайте начинаем разрезать нашу курочку будем ее разрезать на ломтики такие вот небольшие брусочки мне нравится что в этой колбасе благодаря тому что нарезать такие брусочки остается структура мяса то есть видно мясо кусками очень приятно его кушать это не занимает очень много времени разрезать все мясо где-то большие где-то маленькие кусочки не имеет значения так вот у меня получилось все мясо я порезала а а теперь будем это мясо отбивать разрушать структуру мяса посмотрите сейчас конечно убыстренная съемка но на это уходит довольно таки приличное время потому что нужно разрушить это мясо его структуру вот так вот я его отбиваю ножом просто бью и начинают появляться белковые волокна вот то что нам нужно когда вы это увидите вы уже поймете что мы отбили именно до того состояния которое нам необходимо я его постоянно переворачиваю отбиваю по времени это тоже не занимает очень много но немножко нужны усилия физически теперь вторая половинка а вот теперь посмотрите как все это происходило по-настоящему не так это быстро как кажется но и не так сложно так с мясом мы закончили разрушили его структуру для того чтобы сейчас туда вмешивать все специи так на килограмм мясо по рецепту оригинальному шло 20 грамм соли я отмерила 27 грамм но в процессе насыпания мне показал что соли многовато и я бы вот сейчас бы остановилась в принципе я так и сделала но потом я подумал что лучше следовать рецепту они своей интуиции и отла и доложила соль так также я беру кориандр кориандр молотый вы уже смотрите на свое усмотрение какие вы любите специи черный перец вы смотрите сколько вы любите какие специи вы любите здесь уже на любителя также я сейчас посыплю красным перцем сладким не горьким также заранее я приготовил чеснок у меня здесь 4 зубчика натерла на терке также в наш фарш вот видите я досыпала соль также в наш фарш необходимо добавить куриного бульона я его приготовил заранее мы сейчас тоже его будем заливать сначала я вымешиваю все специи чтобы они хорошо пропитались в мясо нужно вымешивать как можно дольше этот фарш для того чтобы все пропиталось и так сказать начало склеиваться вы прям почувствуете как появляются эти белковые связи которые потом объединят наш рулят рулет посмотрите это мой бульон который я сварила заранее куриный на килограмм мяса необходимо положить 80 грамм бульона и получится очень сочный рулет ну если может кто не хочет можно положить поменьше для того чтобы сварить такой насыщенный бульон косточки которые остались у меня от этого мяса я залила водой на один палец выше на один палец без соли в описании под видео вы увидите все мои граммы весь мой рецепт теперь все это вымешиваем чтобы весь бульон все специи пропитались перед тем как начать укладывать в этот пакет нужно продержать в холодильнике чтобы она остыла около часа так я купила пакет для запекания он у меня коротковатый я его разрезала для того чтобы его раскрыть теперь укладываю шкурку которая у меня осталась куриную который я сняла кто не хочет можно сделать без шкурки будет более диетический рулет теперь я сверху сыплю красный перец для того чтобы была красивая такая окантовочка красная она будет очень красиво смотреться на этом рулете вы увидите и придает такой определенный вкус аромат нашему рулету так я разделила мой фарш на две части и у меня получится два рулета укладываю все в этот пакетик когда будете заворачивать старайтесь чтобы пакет не оказался внутри рулета так давайте теперь заматывать потом мы все выровняем ничего страшного так как у меня пакетик короткий то я взяла второй для того чтобы весь рулет был так хорошо завернут и когда мы будем варить чтобы туда не проникла вода вот такие специальные у меня заклепочки чтобы их закрепить мне понадобилась помощь мужа так как мои руки не могут настолько сильно все это затянуть так что зовите своих мужчин вам на помощь а может быть сыновей чтобы затянуть хорошенечко пакет теперь выпускаем воздух старайся стараемся трамбовать хорошенечко чтобы мясо хорошо там присела чтобы вышел воздух и закрепляем сверху как можно туже опять мне приходит на помощь мой муж мы вместе как одна команда затягиваем это все вот такой рулетик симпатичный получился а теперь мастер-класс как завязывать колбасу шпагатом у меня нет шпагата ну была такая просто веревка который я использовала я посмотрела тоже на просторах ютюба как это делать потому что никогда раньше не завязывала колбасу это оказалось не так уж и сложно посмотрите пожалуйста как я это делаю конечно здесь тоже нужно больше прикладывать силы для того чтобы появился такой узорчик потом но к сожалению у меня такой силы нету не очень-то сложно посмотрите теперь с другой стороны длину шпагата сложенную вдвое нужно взять как три длины колбасы для того чтобы все хватило ну как вам справилась я со своей задачей завязала колбасу посмотрите очень красиво теперь для большей верности мы заматываем пищевой пленкой так как эту колбасу будем варить для того чтобы туда не проникла вода при отваривании этим занимается мой муж у него это лучше получается вот посмотрите такие две колбасы у нас вышло мы все приготовили для того чтобы отварить и давайте сейчас взвесим 1720 грамм а мясо было 1340 бульон и все специи и также эти пакеты все это дало дополнительный вес опускаем колбасу в холодную воду в большую кастрюлю именно в холодную так как она должна прогреваться вместе с этой водой и ставим на огонь я варила чуть больше часа по рецепту час начиная после того как она закипит не доводите до кипения нужно сохранить 80 градусов 80 градусов это означает что вода не кипит но она горячая и в таком состоянии нужно варить всем пока пока и приятного аппетита а